Спасибо, Николай Николаевич, уважаемые друзья. Я думаю о том, что вот сейчас у нас в России завершается год экологии. И чудесно, что на государственном и, самое главное, на нашем, на общественном уровне такого рода лица уже имеют место. Знаете, есть ряд стран, не так далеких, а также географически, например, географические страны, где не надо никаких годов экологии объявлять, по сути, постоянное состояние для государства и для населения этих стран. И если мы хоть в какой-то степени будем брать добрый, хороший, например, не какого-то там начальничества в сфере политической, а вот такого хорошего поведения государственного и, самое главное, нас всех жителей страны, с этих самых недалеких наших соседей, с финном, со шведом, с анавирусом, ну, я даже не знаю, какие шикарные географические для нас, для жителей страны, для нашей природы, для общей экологии или по-большому, то это политический случай для всех планет будет здорово. Если мы у себя в России, в русском доме, то такой порядок хотя бы элементарно сможем к нему приблизиться. Ну, наверное, все-таки будем делать, если в стране проводится такое мероприятие, вот экология и наш сегодняшний телепарафон, подтверждение, наверное, того, что мы здорово и обществом, и государством, и бизнесом в эту сторону начинаем делать повороты. Я представляю страховщиков российскую страховую семью, близка компаний из большой десятки страховых компаний России, конечно, участвуют во многом в страховом риске, в том числе и риски, связанные с политическими проектами. В нашем портфеле такого рода страхового покрытия, на сегодняшний день, ну, в стадии на 1 декабря, порядка на 4 миллиарда рублей. Такого рода вот рисков, которые мы взяли на свое страхование или на входящие перестрахование. Являясь ли я не всегда, когда бизнес идет в ту или иную сферу, связанную с неочевидными последствиями по прибыли, конечно, вот этот вот знаменитый вопрос, где прибыль, как ее получить, рентабельно, не рентабельно, а не есть ли добровольные инициативы в бизнес-сайд-шерд, эти вопросы неизбежно встают. Считаю и говорю со своими коллегами из других компаний, это инстаграмный абсолютно бизнес. Конечно, нам очень многое нужно перестроить. Интереснее, конечно, может быть, по себе, но мы ставим страховая, но только у нефтяников, или косовиков, или какие-нибудь большие производства, связанные с пропаганками, труб, со строительством больших заводов. Но, по большому счету, все это тоже вопросы, сопряженные в трудной степени с экологией и с тем, что в это вкладывается. Невозможно никакой продукт нефтегаза без правила, нефтегаза добычи без экологических, прощенных, безразумного, рационального и выгодного, кстати, для бизнеса и населения подхода осуществлять. А значит, роль страховщиков, безусловно, есть, и она реализуется в другую степень. И нам еще тут, в России, много и много на это еще делать. Если брать западные аналоги участия страхового сообщества в такого рода проектах, то там, если их брать за 100%, то у нас еще в этом смысле осваивается не более 12-15%, а значит, идти очень куда есть. Поэтому такого рода инициативы, Сергей Ильич сказал, когда удачно сочетается и государственное участие, и бизнес, и ответственное поведение страховщиков имеют не только генерацию прибыли, или конечный продукт, целью своей, а, во-первых, это и с точки зрения воспитательного нашего населения пришло в образе тех, 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 тех участников этих процессов. Ну, в первую очередь, наверное, такая работа есть. Мы с конкурсом регионы устойчивого развития работаем где-то, наверное, с лета этого года, я даже точно скажу, с июня этого года. Коврикаму ВСК и Агниционный комитет вам подписали соответствующее соглашение. В этом соглашении мы четко прописали те риски, которые мы, как страховщики, на себя уберем. Этой ответственности, руководители предприятий, затеянные бизнес-ассоциативы, которые в экологические сферы внедряются, без этой ответственности, конечно, трудно представить. Само себе, вмешательство, в кавычках, перебес, вмешательство бизнеса в сферу экологии, в природной ландшафт, в то, что называется колец регуляции, скажем, мусора и бытовых отходов, вы знаете, что это всегда, ну, как минимум, сопряжено с какими-то точками общественного кипения, с широкими дискуссиями. Вот в Москве, он будет самый перенаселенный, с точки зрения мусора, с точки зрения числа проживающих регионов. Ну, вот какие у нас дебаты идут вокруг полигонов, вокруг этой дебаты. Почему этого нет, скажем, в Санглопоре? Потому что это там давным-давно разрешено на пузнике совершенно, по узке земли, с намывными территориями, часть из которых, кстати, продукт рекультивации. Удачно это все реализовано, значит, там есть чем учиться, если брать этот востребованный опыт, есть что изучать. И крайне кажется, ну, я хочу сказать, что такое просвидетельство, которое вы значительные годы в своей жизни, ваши коллеги занимались, это, конечно, помогает всем. Начиная передачи, которые всем вы знаете, с детских лет, и хотя вот этой нынешней работой совершенно другие, не советские, а другие, а в том, что в этом смысле вот наша ответственность в детстве должна быть не только думать, а об очевидных вещах вложено, получено, вложено, отдано и произвести вот такими педагогиями, в том, что и в том, что мы можем успествовать. Спасибо. Спасибо. Спасибо.